С корабля на нары. Как мэр Одессы после затяжного отпуска в суд попал. В чем обвиняют Геннадия Труханова и какие перспективы у этого уголовного производства? За граница в клеточку. Почему сотни украинских моряков попали в греческие тюрьмы? Что им грозит и не бросит ли Киев своих в беде? Эксплуататоры детского труда. Насколько велика в Украине эта нелегальная биржа? Сколько несовершеннолетних в нее втянуты? И кто отвечает за смерть детей на опасном производстве? Прощайте ржавые маршрутки. Какие выгоды может принести пассажирам масштабная реформа рынка автобусных перевозок? И кто уже вставляет ей палки в колеса? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем с возвращения с подозрением. После почти 50 дней отсутствия на работе, мэр Одессы Геннадий Труханов пришел на сессию горсовета и нарвался там на очередной скандал. Вообще ситуация вокруг Труханова уже напоминает сильно затянувшийся анекдот. В конце декабря градоначальник уехал. Весь январь не возвращался. В феврале ему пришлось брать дни отпуска за свой счет, чтобы хоть как-то формально объяснить пропажу. Периодически мэр отчитывался о визитах то в Грецию, то в Чехию, то в швейцарский Давос. Ну а в конце концов, в киевском аэропорту Труханова встречали уже не одесситы или соратники, а детективы НАБУ. В чем обвиняют Труханова и почему сегодня в Одессе далеко не все были рады видеть главу города, разбирался Андрей Анастасов. Спортсмен с хорошим вкусом и чувством юмора, богобоязненный и просто надежный человек. Геннадию Труханову доверяет большое количество одесситов. Тем оглушительнее для них стала новость. Мэра задержали. А началось все полтора месяца назад. Именно столько Труханов не появлялся на рабочем месте. В конце декабря он ушел в отпуск, затем продлевал его, уезжал в командировки в Грецию, Швейцарию, потом снова брал отпуск за свой счет и снова продлевал. На странице в фейсбуке многозначительное поздравление с Новым годом. Не жалейте частичку своего тепла в эти праздничные дни. Дайте знать, что вы помните о тех, кто далеко. Несколько недель одесситы гадали, что происходит с мэром. Все больше склонялись к версии. За Труханова всерьез взялись правоохранители, в частности НАБУ. Некоторые эксперты говорят о том, что якобы таким образом он пытается избежать опасности вручения ему подозрения детективами НАБУ на рабочем месте. Речь о скандальной сделке 2016 года. Тогда Одесская мэрия купила у частной фирмы здание бывшего завода Краян, чтобы переселить туда свои управления. Хозяевам строение обошлось в 11,5 миллионов гривен. Но Горсовет, внимание, приобретает его за 185 миллионов. На сессии оппозиционные депутаты пытались выяснить, почему здание оценили именно в такую сумму. Ответа им не дали, решение приняли. Извините, но я и сомневаюсь, что кто-то из присутствующих видел эти выставки. Опираясь, значит, на что мы собираемся проголосовать и принимать такое решение, нам это не разослали. Нам не дали возможности с этим ознакомиться. В понедельник Труханов должен был вернуться из очередного отпуска. Но нет, снова командировка. На этот раз в Чехию. Напряжение в мэрии растет. Цель поездки Труханова не уточняют. Информация о итогах его поездки будет опубликована как на официальном сайте города, так и, я думаю, Геннадий Ленич на своей страничке напишет. Со вторника события развиваются стремительно. В Одессе сотрудники НАБУ задерживают двоих коммерсантов и одного чиновника мэрии, участников сделки по Краяну. И вот он, пушечный выстрел. Объявляют о подозрении Геннадию Труханову, его заму Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Одессы Алексею Спектору и главе профильной комиссии Горсовета Василию Шкрябаю. Объявляют заочно, потому что не могут найти. Всех подозревают в растрате бюджетных средств. Ущерб оценивают в те самые 185 миллионов. В среду утром Труханов пишет в фейсбуке. Осматривал в Чехии трамвай и троллейбусы, перенимал европейский опыт, но вынужден срочно вернуться в Украину из-за следственных действий. В аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ, одесского мэра, задерживают и везут на допрос. Задерживают и Вугельмана. Он тоже вернулся из Израиля. Прокуратура клопотатима про оборудование за бюджетным заходом в виде тримания под вартою, с внесением заставы. 50 миллионов гривен для одесского міського головы, 30 миллионов для его заступника и 10 миллионов каждому из других участников вказанной схемы, вказанной проведения. В четверг утром заседание в Соломенском суде Киева. Внутри и снаружи группа поддержки Труханова. Рядом активисты националистических организаций, выступающие против. Одесский мэр на заседании выглядит уверенно. Обвинение опровергает. Говорит, купили здание по рыночной цене около 500 долларов за квадратный метр. Говорят, что есть другая, альтернативная оценка. Когда я услышал эту оценку, получается, что нам предлагалось бы купить метр помещения из порядка 230-250 долларов за метр. Но нет таких цифров здесь. Прокурор же утверждает обратное, дескать, между чиновниками и коммерсантами был явный сговор. В итоге судья выносит решение отпустить Геннадия Труханова на поруки Дмитрия Голубова, народного депутата от БПП. Чуть позже, под гарантией двух других нардепов, на свободу вышел и Павел Вугельман. Возле здания суда тем временем стычки. Дерутся оппоненты, звучат выстрелы. Один полицейский получает огнестрельное ранение в ногу. Трое участников беспорядков задержаны. В Одессе активисты явно разочарованы. Если вы посмотрите, вот эти все коррупционеры самого высокого ранга, никто из них до сих пор в тюрьме не сидит. До сих пор ни один суд по ним не закончен. Все они являются сейчас фигурантами расследований. Кто-то скрылся, кто-то продолжает дела эти пытаться развалить. Сегодня утром Геннадий Труханов уже проводил сессию горсовета. Сторонники встретили его бурными аплодисментами, противники гневными выкриками. Досудебное расследование по фактам возможной коррупции в Одесской мэрии прокуратура намерена провести за 3-4 месяца. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Вот заметьте, фактически ни один знаковый судебный процесс в нашей стране уже не обходится без силового противостояния. Такое впечатление, что скоро это станет частью обязательной программы. То есть нужно будет не только найти адвоката, чтобы обеспечить юридическую защиту в суде, но и нанять крепких молодых парней, чтобы обеспечить физическую защиту под зданием суда и в коридорах. Ну, а такой фонд для работы может довести наших судей или до травматолога, или до психиатра. Итак, чего ждать от вот таких судебных процессов? Сумеет ли НАБУ довести очередное громкое дело до конца? И грозят ли Одесситам уже в этом году перевыборы мэра? На такие вопросы нельзя найти ответы без опытного политического эксперта. Поэтому сейчас самое время для прямого включения. Тарас Загородний на связи со студией подробностей недели. Тарас, я вас приветствую. Спасибо, что присоединились. Вот о чем свидетельствует вчерашняя драка под судом? Как вы считаете? Вот уже целая традиция, тенденция, да, каждый громкий судебный процесс у нас соображается силовым противостоянием. Вчера до стрельбы дошло, ранен был полицейский. У нас теперь в стране всегда так будет? Как вы считаете? Ну, это свидетельствует о том, что уровень недоверия вообще к органам государственной власти растет в геометрической прогрессии. И в том числе особенно к судам, которые выносят достаточно сомнительные решения с точки зрения законности, либо видимости даже законности. Поэтому реакция различных людей, активных людей, она в принципе тут прогнозируема. Хотя я уверен, что если бы наша власть захотела, то она обеспечивала бы порядок и в этом суде тоже. Тарас, теперь о том, что я бы уже назвал, ну, наверное, фирменным стилем антикоррупционных детективов и прокуроров. Вот с некоторой периодичностью они предъявляют новые и новые обвинения очень хорошо узнаваемым персонажам. Шумиха, конечно, потом стихает, но вот впечатление такой активности, оно же остается, правильно? Как долго еще может это продолжаться? Как можно долго эксплуатировать вот этот прием? Ну, честно говоря, более нужно тоже смотреть критически на работу НАБУ в этом деле тоже. Я считаю, что достаточно сложно будет доказать прямой умысел конкретно Труханова. Почему? Потому что там было коллегиальное решение. А если вы хотите коллегиальное решение, то нужно проводить очень тщательную работу. И часто, к сожалению, НАБУ злоупотребляет доверием граждан конкретно к детективам и к НАБУ, как новому органу. И часто проводит расследование в Фейсбуке для того, чтобы пролоббировать свой карманный фактический суд, как они называют, антикоррупционный. Поэтому в данном случае тоже нужно смотреть на материалы дела, которые предоставляются на рассмотрение судьям. И насколько адекватно их тоже оценивать. Потому что 70% работы НАБУ это все-таки пиар. Понятно. Спасибо, Тарас. Но я правильно понимаю, что по вашему мнению расследование НАБУ против Труханова приговором не закончится? И действительно можно спать спокойно, перевыборы их не ждут? Ну, это зависит от баланса политических сил. У нас все-таки во многом перевыборы также определяются играми различных группировок во власти. Я говорю о том, что в данном случае, если говорить чистым юридическим языком, было коллегиальное решение депутатов. И поэтому в данном случае нужно расследовать и доказывать, что был сговор. А этого я пока не вижу в материалах дела. Максимум, что сейчас можно именить Труханова, это то, что служебную халатность, это то, что он не наложил вето. Но он опять же может сослаться на решение городского совета, которое он подписывал. Потому что он является исполнительной властью. А решение принимает городской совет в данном случае. Понятно. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо за комментарий. Политический эксперт Тарас Загородний отвечал на мои вопросы. От киевского ресторана Сулугуни до Страсбурга. Такой путь за семь дней прошел самый заметный политический нелегал недели Михаил Саакашвили. Его адвокаты обжаловали в Европейском суде по правам человека высылку из Украины. По словам защитников, Украина не имела права отправлять его за границу. Пока в самой Украине он подозревается в совершении уголовных преступлений. Основные этапы этого стремительного движения Саакашвили из Киева в Страсбург напомнит наша справка. Долгая прелюдия и молниеносная депортация. Михаил Саакашвили спокойно обедал в Киеве, но через два часа уже оказался в Варшаве. Спецоперацию провели пограничники. В понедельник они без лишних церемоний зашли в один из столичных ресторанов, где был Саакашвили и уже через две минуты посадили его в автомобиль и увезли. Сорадники политика сразу заявили о похищении. В госпогранслужбе парируют. Бывший грузинский президент находится в Украине незаконно. Вот его и выслали в Польшу, в страну, откуда он нелегально прибыл осенью. Для реадмиссии задействовали вертолет и чартер. На подставе заседаний судей первой и второй инстанции Михаил Саакашвили перебывал на территории Украины незаконно. А тому и с дотриманием юридических формальностей был повернутый до Украины, звідки своего часа он прибыл, порушивая законодавство Украины. Уже в Варшаве Саакашвили заявил, не намерен просить в Польшу политическое убежище, а будет добиваться восстановления украинского гражданства. Но это дело времени, а пока анонсировал свое европейское турне. Сначала поехал к семье в Амстердам, где получил удостоверение личности. Тем временем в украинской генпрокуратуре заявили, хоть и без Саакашвили, дело против него и дальше будут расследовать. Ну а уже сегодня журналисты ТСН случайно встретили Михаила Саакашвили в аэропорту Мюнхена. Политик был сам, без привычных сопровождающих и охраны. Сказал, что в Мюнхене он транзитом из Амстердама в Брюссель. И вот такое появление Саакашвили в мюнхенском аэропорту тем более интригующее, потому что сегодня в Мюнхене открывается традиционная конференция по безопасности. Это, пожалуй, самый заметный ежегодный европейский саммит, на котором обсуждаются наиболее актуальные проблемы в политике. Конечно, на конференции работает и украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко. Кстати, многие европейские лидеры ехали в Мюнхен, так сказать, с политическими остановками. Некоторые через Берлин, там они встречались с Ангелой Меркель. Канцлер Германии решила не посещать в этом году конференцию. Ну, а другие через Вильнюс. Так поступил и президент Украины. Сегодня в литовской столице празднуют 100-летие восстановления государственности. Высокопоставленных гостей десятки. Президенты Латвии, Эстонии, Грузии, Польши и Германии, глава Еврокомиссии, представители правящих европейских королевских домов. В общем, площадка хорошая, чтобы согласовать позиции перед дискуссиями в Мюнхене. Ну, а сейчас украинская делегация уже на конференции. Там же работает и наш корреспондент в Германии, Татьяна Лагунова. Сейчас она на прямой связи с Достудией. Тане вообще предстоит до воскресенья наблюдать за всеми встречами и спорами европейских политиков. Татьяна, приветствую. Скажи, чего ожидать от конференции в этом году? Кто из лидеров уже приехал в Мюнхен и почему Меркель осталась в Берлине? Алексей, нам нужно сказать, что организаторы Мюнхенской конференции статусности мероприятия, в принципе, уделяют особое внимание. И каждый год подсчитывают и оценивают, кто приехал в этом году. Гостей полтысячи. Среди них более 20 глав государств и правительств. Десятки министров иностранных дел и обороны. Первые лица Евросоюза, НАТО, ООН, МВФ, а также авторитетные эксперты по вопросам безопасности. Чье отсутствие, конечно, особо заметно, так это Ангелы Меркель. Она в этом году решила пропустить мероприятие, поскольку в Германии еще до сих пор не сформировано новое коалиционное правительство. И, по сути, она сейчас находится в статусе исполняющей обязанности канцлера. Поэтому, действительно, как ты и сказал, многие политики, это премьер Италии, Польши, Великобритании, в Мюнхен, в этом году летели через Берлин, чтобы там встретиться с Ангелой Меркель сначала. Украину на конференции представляет президент Петр Порошенко в эти минуты выступает на форуме. Завтра у него ряд двусторонних встреч. В столицу Баварии также прилетели министры иностранных дел Павел Климкин, лидер Батьевщины Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко, украинские депутаты. Что же касается главных тем Мюнхена, то это все, что так или иначе связано с безопасностью. Начиная от стабильности Евросоюза после выхода в Великобритании, заканчивая борьбой с киберпреступностью. Украинский вопрос о ситуации на Донбассе тоже в повестке форума. В частности, в Мюнхене планируют обсудить перспективы миротворческой миссии на Донбассе. А именно предложение направить туда 20 тысяч миротворцев из стран, которые не входят в НАТО, и 4 тысячи полицейских. Вот что по этому поводу сказал нам министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Есть ответы Института Хатсена, который, кстати, Ричарда Голлана, который очень реномованным фахивцем, которого я знаю, и который написал очень непоганную ответы, так называемый анализ, что до возможных опций. Какие опции у нас есть? И справа, 20 тысяч, 25 тысяч, 15 тысяч, это очень важное вопрос. Но я рискнусь сегодня сказать, что не это основное. Основное, что Россия забирается из Донбасса, выводя свои силы и оружие, и передает контроль за оккупированными территориями, международному співтовариству и нам. И каким образом это будет происходить, за какой последовательностью. Вот это фундаментальное вопрос, как мы должны сделать формацию эмиссии. А если мы достигнем этого политического решения, мы решим, что это будет 18 тысяч, что это будет 25 тысяч. Ну и, конечно, в Мюнхене обсуждают и будут обсуждать реализацию Минских соглашений. Алексей? Татьяна, а что со встречи в нормандском формате? Эти переговоры все-таки состоялись или нет? Алексей, ну я, конечно, человек не суеверный, но вот встречу нормандской четверки как будто сглазили. Всю неделю информация менялась, то она будет, то не будет, то снова будет. Сегодня утром переговоры подтвердили и даже назвали точное время, 7 часов вечера по Киеву, но, тем не менее, не случилось. Мюнхен срочно покинул министра иностранных дел Германии. Зигмар Габриэль улетел в Берлин, чтобы дать пресс-конференцию по поводу освобождения из тюрецкой тюрьмы. Журналиста немецкой газеты DWL Денниса Юджила, он провел в изоляторе больше года. И Габриэль просто не успел вернуться в Мюнхен. Но, тем временем, Павел Климкин встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили освобождение заложников и перспективы миротворческой миссии и, собственно, реализацию Минских соглашений. И вот результат. Другой главной темой после освобождения заручников и политических вязков была тема миротворческой операции. Мы долго говорили про это. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло поступово перебрати контроль над территорией, над окупованными территориями. Мы без этого не можем говорить ни о чем, ни о подальшем процессе. Я даже, когда мы говорили про то, когда начнутся выборы и какая будет кампания, если бы я лично хотел взять участие в выборах на оккупованных территориях, то я могу сейчас поехать с моими политическими друзьями и вести кампанию, например, в Донецку. Лавров посмехнулся, понимая, что это за визначением невозможно. Поэтому я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения – она другая. Ну а что касается встречи четверки, то ее пока перенесли, скорее всего, на завтра, но снова же пока нет никаких гарантий, что она таки состоится. Алексей? Ясно. Спасибо, коллега, за работу. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, была на связи со студией подробностей недели. Действительно, сегодня в Мюнхене буквально центр европейской политической жизни. Работают там не только представители власти тех или иных стран, вот и с украинской делегацией точно так же. Нашу страну представляют десятки политиков, в том числе и депутаты Батьковщины. Причем уровень встреч и их вовлеченность в дискуссии очень высокий. Специально для подробностей недели мы попросили Юлию Тимошенко прокомментировать, каких результатов в этой политсиле ждут от дискуссии на конференции. Вот что она ответила нам. Сьогодні є загальна думка, що мінські домовленості за 4 роки не привели до миру. І тому зараз є ключова необхідність розпочати дискуссии, а також виробити паралельний новий шлях встановлення миру в Україні. И именно этому сегодня наша команда, я особисто, мы планируем присвятить все встречи, которые мы сможем провести на полях Мюнск-Конференции. Мы вважаем, что уже давно пришел час говорить о ведении международных миротворческих сил в Украину на лінію реального кордона между Украиной и Россией. Я чутко хочу зараз на цьому акцентувати увагу. Миротворческие силы международные допустимы только на лінію кордона между Украиной и Россией. Кроме того, пришел час обговорить все детали введения на час повернення миру и украинского закону, украинской влады на оккупированной территории, введения международных цивильных администраций. Мы вважаем, что это тот пакет, который может привести к миру, который даст возможность вернуть людей на территории, в те места, где они раньше проживали, а самое главное, закончить войну. Кроме того, у нас будет возможность на Мюнхенской безопасной конференции провести переговоры щодо создания глобального фонда по отроджению и развитию Донбасса, что может дать Украине новый поштовх развития, достаточно потужные инвестиции, создание тысяч и тысяч рабочих мест. Я уверена, что параллельно с всеми процессами, которые сейчас происходят по Минским домовленностям, этот новый шлях к миру может принести реальный мир, и за это Украине нужно бороться. Кабмин решил поставить точку в скандале вокруг закона об образовании. Накануне Верховной Раде появился соответствующий законопроект. Хотя сам текст документа пока не опубликован, задача его вполне ясна. Отложить еще на несколько лет реализацию языковой статьи образовательного закона. Напомню, именно эта статья и спровоцировала скандал. Новый закон оставлял этническим меньшинствам в Украине возможность получать образование на родном языке только в младших классах, а в средней и старшей школе основным языком обучения должен был стать украинский. За время сентября, когда депутаты приняли эту норму, заметно ухудшились отношения Украины с соседями в Европе, прежде всего с Венгрией. Если Румуния, Болгария, Польша просто выразили свое недовольство из-за языковой статьи, то Венгрия пошла намного дальше, пообещав блокировать любые проукраинские инициативы в Евросоюзе, и НАТО до тех пор, пока украинские политики не изменят свою позицию, вернув прежние возможности для обучения на языках меньшинств. Самый свежий демарш венгры сорвали заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Арбитром в споре выступила Венецианская комиссия. Ее вердикт – дать больше времени для подготовки к новым правилам, обеспечить достаточную долю образования на языках меньшинств и освободить от новых требований частные школы. Вот первое условие должен выполнить законопроект от Кабмина, отодвинув срок реализации языковой статьи еще на три года, до 2023-го. А другие условия будут выполнены уже при подготовке изменений к закону о среднем образовании в Украине. Вы смотрите подробности недели. Вот о каких темах поговорим с вами далее. За граница в клеточку. Почему сотни украинских моряков попали в греческие тюрьмы? Что им грозит и не бросит ли Киев своих в беде? Эксплуататоры детского труда. Насколько велика в Украине эта нелегальная биржа? Сколько несовершеннолетних в нее втянуты? И кто отвечает за смерть детей на опасном производстве? Прощайте, ржавые маршрутки! Какие выгоды может принести пассажирам масштабная реформа рынка автобусных перевозок? И кто уже вставляет ей палки в колеса? Греция. Еще одна горячая точка на карте для наших дипломатов. В этой стране на долгие месяцы, иногда на годы, не по своей воле задерживаются украинские моряки. Сотни украинцев уже обвиняются или осуждены греческими властями. Приговоры жесткие. Можно получить десятки лет тюрьмы. Почему люди оказываются в такой беде и кто занимается их спасением? Выясняла моя коллега Елена Зорина. Ловушка в море. Невыездные мы. В поисках легких денег или просто по незнанию? Почему украинские моряки все чаще попадают в переплет за границей? Около 200 украинских моряков в тюрьмах Греции, обвиненных в основном за либо способствование перемещению нелегальных мигрантов, либо за разные виды контрабанды. Кто-то уже в тюрьме и надеется на амнистию кому-то. Сроки минимум 10, а то и 100 лет только светят. А кто-то не может понять, почему не начинается расследование. Порт Лаврио, 60 километров от Афины. Именно здесь ждут решения греческих властей 16 украинцев из Одессы. Без обвинений, обвиненные уже 9 месяцев, они привязаны к своему судну. Покидать не то, что страну, даже порт не могут. В отношении просто к террористам. Их судно следовало из Турции в Австралию. Что перевозили, утверждает экипаж, узнали не сразу. Оказывается, у нас на борту больше 800 тонн взрывчатки, взрывателей. И оказывается, мы помимо Австралии еще должны были зайти в судан. С приездом нашей съемочной группы активизируется береговая полиция. Хотя формально обвинения морякам не предъявлены. А груз уже не на корабле. С камерой подниматься на борт не разрешают. Мол, все под арестом. То, что прячут от посторонних глаз, ребята показывают сами. Вся наша еда. Консервы рыбные. От этого люди обычно получают заболевание кишечное. Вот у нас что-то вроде паштета, но далеко не паштет, который тоже есть невозможно. В некоторых помещениях тухлый запах. Здесь хранится мясо. Раньше хранилось. В холодильнике, у кого есть в каютах, понемногу мясо собираем и храним в морозильной камере. В каютах стратегический запас воды. Вот так вот мы живем. Но, конечно, не убрано, не чисто. Когда у нас не было электроэнергии на судне, ну а так вот мылись, умывались. С бутылки умываешься, помоешься там кое-как. Пока судовладелец кормил обещаниями, они пережили очень страшное лето. В каютах было больше 40 градусов, было нашествие ос и все такое. Были заболевания кишечные, люди падали с трапов неоднократно. Теперь ждут не менее страшную весну. Медикаменты на борту просрочены. Поставки еды с перебоями. Нам привезли еду до прибытия машины. Не знаю, может это обстоятельства. По поводу топлива все молчат. Через пять дней у нас оно закончится. И мы опять останемся без воды и без всего. Пока ждут, перечитали горы книг. Медикаменты практикуются в настольном теннисе, а из подручных железяк оборудовали спортзал. Приспособление для крепления корзинеров по 15 килограмм. Саша встретил на корабле свои 25. Боится, что и 26 проведет здесь. Это я вот с девушкой. Это как раз именно тот день, когда подписал контракт и уходили в рейс. Кроме девушки, дома ждут родители и сестра. Но главный вопрос моряков, когда они вернутся, остается без ответа. Все устали, морально, физически. Привет всем. Зайка, дети. Без паспортов и других документов они ожидают своей участи уже почти полтора года. Историю семерых украинских моряков здесь, в небольшом городке Палеохора, на острове Крит, не знает разве что ленивый. Знаю, что у них работы нет, денег нет, помогаем как можем. Овощи вот, все, что есть в лавке. Жалко их. Украинские моряки к нам часто заходят. Мы их бесплатно угощаем кофе. Знаю, что они не могут уехать домой. Дай бог, чтобы они уехали. Они хорошие люди. Их история, как приключенческий роман. Переделанное старенькое рыболовецкое судно вышло из Мариуполя. Прошло семь морей. В Черногории загрузили товар, сигареты. Якобы они направлялись в Ливан. Но по пути у корабля поломался двигатель. И его отбуксировали ближе к Криту. И тут началось самое интересное. И теперь уже много месяцев власти якобы проверяют их на предмет контрабанды. И не предъявляют ничего. И не говорят ничего. И не можем вообще понять, а что предъявить, если груз как был под ломбами, так и есть. Документы на груз, походу, есть. Люди тем временем сидят без зарплат, а иногда даже голодают. Видите, капуста, бумага. Разные, которые необходимости. Сколько времени нужен помощь, мы будем помогать. Бравшли сюда, владели там, ребята, ни деньги, ничего. Купили, что надо, сигареты, курить и так далее. В той необходимости. Понимаете, может лекарства, если надо. Я обещаю, что они будут обеспечивать жилье, питание и что еще нужно. Пантелеймон Бумбурас помогает не только этим морякам, но и другим. Кому продуктами, а кому оказывает и юридическую помощь. Все потому, что защитить их здесь просто некому. Примерно 12 до 15 тысяч моряки работает грецкое судно. В 17-м году украинский народ, моряки, получили минимальные 300 миллионов долларов зарплаты. Сначала за моряков просили родственники. Они властям сюда пишут, в Раду пишут, туда пишут, в министерство. Ответа уже нет. Теперь подключились дипломаты. Уже известно о трех таких судах с украинцами. На этих трех суднах перебывает 26 граждан Украины, членов экипажа. В каждом случае судно затриманное с определенных причин. Но официально власти Греции отмалчиваются. На наш запрос о судьбе заключенных на кораблях в прокуратуре ответили. Идет расследование. И потому никаких комментариев. А вот юристы утверждают, пока бессильны. Официальных документов не видели. Судебная процедура не запущена спустя 14 месяцев. Так что выводы, виновны они или нет, делайте сами. Думаю, через месяц-два ситуация разрешится. Ждем разрешения прокурора. Очень похоже на то, что греческая сторона сказала «А» и теперь вынуждена говорить «Б», потому что признать незаконное задержание судна означает выплачивать компенсации за потерянную выгоду для судовладельца. Пока ждут хоть какой-то ясности со стороны адвокатов или прокуратуры. Моряки живут вот в таких условиях. Хорошо, аккуратно, потому что трапы у нас такие. Проходим сына. Вот каюта такая. Это бывший мостик. Были, а есть крысы какие-то. Здесь живет у нас повар. Как он здесь помещается, я не знаю. Без ветоши не открывается, без ветоши не закрывается. Вот такие условия. Кок Дмитрий уже отметил на корабле второй день рождения своих детей-двойняшек. Это два годика. Это как раз перед моим уходом в рейс. Тысяча слов в минуту. Что, почем, как. Это надо видеть самому. Но когда Дмитрий сам увидит детей, и чем закончится вся эта история, ответа пока нет. Из Греции. Елена Зорина, Алексей Шматов и Марьяна Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер. Елена Зорина сейчас на прямой связи с нашей студией. Как раз с одного из кораблей, на котором украинские моряки вынуждены ждать решения своей судьбы. Лена, я приветствую. Скажи, пожалуйста, что это за судно, и как долго уже наши ребята вынуждены жить вот так в таких условиях? Алексей, добрый вечер. Мы сейчас находимся на острове Крит в небольшом городке Палеохора. И два последних дня мы провели с моряками на судне, которое удерживают почти полтора года. Рядом со мной весь экипаж этого корабля. И хочу сказать, что здесь ребята из Одессы, Херсона. Вот капитан из Харькова. За все это время ребята устали как морально, так и физически. Ну, видели сюжеты, в каких условиях они живут. Собственно, не видят, как подрастают их дети. Дети скучают по родным, кто по жене, кто по детям, кто по мамам и так далее. Береговая полиция, ну, вот было такое условие, что мы с камерой на корабле находиться здесь не можем. Поэтому оператор у нас находится на соседнем судне. Ну, и вот, собственно, у меня есть вопрос к капитану этого корабля, Михаилу Дементьеву. Как, собственно, греческие власти объясняют, почему вас здесь так долго удерживают и почему, собственно, у вас забрали документы? Ну, документы забрали. Очевидно, такая процедура у них существует. Очевидно, что для того, чтобы мы не разбежались, они находятся здесь и в Лиманхарее, в береговой полиции все документы. И наши личные судовые документы. Мы сейчас находимся под статусом, якобы идет расследование. Но это расследование продолжается уже почти полтора года. Когда оно закончится, не имеет никаких сроков, никто не может нам сказать, когда оно, в конце концов, закончится. К сожалению, жизнь заканчивается. Жена уже не надеется меня увидеть живым при этой жизни, так как и многие здесь ребята, многие дети, матеря, родители тоже старые. В общем, куда-то уходит это расследование, все время длится, длится, уходит куда-то в бесконечность. Никто, ничего нам ответить на этот вопрос не может. Мы хотим поблагодарить всех, кто принимает живое участие в нашей судьбе и кто борется за наше скорейшее освобождение. И перечислять очень длинный список, потому что здесь очень много людей участвуют. Большое всем спасибо. Хотелось бы выразить отдельную благодарность жителям Полиохуры, которые очень хорошо и с большой теплотой к нам относятся. Очень дружелюбные полиции, фонду Бурбулиса очень помогает, помогает фонд Сименс со сайти. Может быть, хотите передать привет? Обязательно, конечно. Хочу передать привет всем родным, близким и друзьям. Надеюсь, что мы скоро-скоро уже встретимся дома и все будет хорошо. Теперь хочу, чтобы время осталось ребятам что-нибудь сказать. Да, вот, собственно, вопрос есть к старшему механику. Видим, что и ваши родственники, дипломаты пытаются добиться, ну, хотя бы какого-то результата, по крайней мере, ясности. Ну, вот, есть ли подвижки и, собственно, что вы по этому поводу знаете? Ну, вот уже на протяжении 15 месяцев наши родственники отправляют письма в разные инстанции вышестоящие, в Министерство иностранных дел, в посольство Украины, в Греции. Но так конкретной информации, почему нас здесь удерживают на протяжении 15 месяцев в Греции, мы не знаем. Никакой информации мы не владеем. В начале декабря того года приезжал адвокат и сказал, что ваши следственные действия закончены, состава преступления не обнаружены, в течение месяца вы будете отправлены домой. Ну, вот уже середина февраля, так ничего больше, никакой информации мы не имеем. Кто дома ждет? Дома ждет меня сын, жена, мама, за которыми я очень скучаю и хочу передать привет, в особенности своему сыну Александру, жене Наташе, маме своей. Я скоро вернусь, а все будет у нас нормально. Леш, еще можно, вот, пожалуй, единственная возможность, когда ребята могут напрямую пообщаться со своими родственниками. Безусловно, можно, Лена, конечно же, мы не против. Я тоже хотел передать привет своей семье, близким, друзьям. Я вас очень всех люблю, главное, не переживайте, не волнуйтесь. Надеюсь, скоро встретимся. Вот еще. Не, своей супруге, конечно, это Светлана Александровна, она, возможно, очень волнуется за меня. Очень. Я ей не могу дозвониться. Это вот, кстати, отец и сын. Да, вот сын сейчас передаст привет. Да, передаю привет моей любимой мамочке, бабушке. Пусть не скучают, не болеют. Ну и украинскому народу желаю, чтобы они были успешными и не попадали никогда в такие ситуации. Ребят, искренне надеемся, что ваша история скоро разрешится. Алексей. Мы тоже очень на это надеемся, Лена, здесь, в Киеве. Передай, пожалуйста, всем ребятам слова поддержки от меня. Пусть держатся силам выдержки и обещания, что мы не забудем об их истории, один раз осветив ее, да, в прямом эфире. Обязательно будем следить за их судьбами, но и помогать, чем сможем, хотя бы медийной поддержкой. Спасибо. Лена Зорина была со мной на связи из Греции. Конституционный суд Польши может снять хотя бы украинскую часть претензий к новому польскому закону об институте национальной памяти. По крайней мере, так говорят в Варшаве. Чтобы уладить спор, у судей есть как минимум 14 дней. Закон должен вступить в силу уже 1 марта. Напомню, польские политики решили побороться с неприятной для них интерпретацией событий Второй мировой войны. И ввели уголовную ответственность за обвинения поляков в соучастии нацистских преступлениях. Речь идет прежде всего о Холокосте, то есть о роли польских коллаборационистов в убийстве евреев и других жертв нацизма. Впрочем, под раздачу попали и украинцы. Одной из поправок к закону польские депутаты установили и наказание за публичное отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Причем действовать этот закон должен не только на территории Польши, то есть неприятные для некоторых поляков высказывания, допустим, на научной конференции в Иерусалиме и Киеве вполне могут закончиться приговором. Сегодня о вот такой новой историко-уголовной реальности говорили в польской столице. Украинская делегация во главе с вице-премьером Павлом Розенко встретилась с польским вице-премьером Петром Глинским. Обсуждали возобновление поисковых работ в местах гибели поляков в Украине и сохранение мест памяти в Украине и Польше. По итогам встречи вице-премьер написал в Твиттере, я процитирую, переговоры завершены, но не закончены. Будем рады встретиться с господином Глинским в Киеве. В прошлые выходные в Киеве произошла трагедия, которая вызвала большой резонанс и обнажила огромную проблему. На остановке транспорта военный контрактник в пылу ссоры убил гражданского. Ударил ножом сердце. Лейтенанта задержали. Общественность начала спорить. Кто-то призывает наказать военного по всей строгости, кто-то требует снисхождения и обвиняет во всем жертву, мол он сам спровоцировал бойца. Но что бы ни произошло там, на остановке, решать спор с помощью ножа нельзя. И хуже всего, что подобные случаи уже не редкость. Ведь сейчас бойцами, которые вернулись с войны, не проводят должной психологической работы. А ведь почти все военные из АТО нуждаются в психологической реабилитации. 20 тысяч человек. Именно столько солдат ждут своей очереди на реабилитацию. И это списки в одном только Киеве и Киевской области. Люди просто не готовы к мирной жизни после войны. И на многие вещи зачастую реагируют так, как если бы это было в бою. Как следствие вспышки агрессии, депрессии, возможно даже суициды. Кто спасает АТОшников от последствий войны? И почему чиновники почти не занимаются этой проблемой? Продолжит Станислав Кухарчук. Все в порядке. Ты когда в выпуск приезжал сюда часто заезжал? Постоянно. Загородная родительская дача для Александра Василенко – место особое. Большую часть свободного времени бывший заместитель командира 93-й механизированной бригады с позывным «Тополь» проводит тут. Саша говорит, эта дача помнит, каким он был до войны и каким стал после. Здесь у Тополя всегда припасена банка кофе и тишина. Разжечь старенький мангал для Саши – настоящий ритуал. Правда, делает это он для релакса. Сидеть молча у огня может часами. Больше года назад Тополь ушел из армии по состоянию здоровья. В Донецком аэропорту он получил ранения, тяжелейшую контузию и психологический срыв. К тому, что происходило, кадрового офицера в институте не готовили. Саша говорит, что «Топол», «Топол», «Топол». Мы пытаемся контролировать свои эмоции, но не всегда получается. Я говорю, что люди тоже разные. Вот так в непринужденной атмосфере психолог Черкасского областного госпиталя пытается понять, что у фронтовика на душе. Десантник Олег Мельник уже второй раз приезжает сюда за помощью. Сам врач по профессии, он пошел на войну добровольцем. Любой шорох, вы бачите, прислухайся, озирайся. И в зале отношения поменялись до життя. Через руки психолога Алины Павлюковской уже прошло около двух тысяч ветеранов АТО. Симптомы у всех ребят почти одинаковые. Обостренное чувство справедливости, бессонница, раздражительность. Приступы вины перед погибшими товарищами. Начинают проявляться они в первые три месяца после возвращения. И без надлежащей помощи усугубляются. Как следствие могут быть вспышки агрессии и даже самоубийства. Хотя обязательного посещения ветеранами психолога в Украине пока нет. Есть парни, которые впервые после 15-го года приходят только сейчас. По сути, доводится с такими затянутыми станами работать. На чмете этого госпиталя ежедневно проводят обход самого главного отделения больницы. Центра реабилитации воинов АТО. Его в успешном порядке открыли еще летом 2014-го. Ильядия Кульчаковского пациенты встречают как родного. Куда? Прямо? Прямо? И на выход? Да. Ну я сейчас вернусь. Идем на пару часиков только. Сам ночмед признается, когда отделение открывали, даже не подозревали, с чем придется столкнуться. Едва в центр начали поступать первые пациенты. В госпиталь срочно взяли психолога и психотерапевта. Близко 70% из них потребуют психологической помощи. Это однозначно. Желающих оказать ветеранам АТО психологическую помощь сейчас много. Вот только помощь это не всегда профессиональная. Ведь единой системы реабилитации нет. У нас большая проблема с тем, что нету стандартов, что психологам можно, чего нельзя. Нету какого-то критерия допуска психологов к бойцам. Очень много непрофессионалов ухудшают ситуацию с бойцами. То есть на сегодняшний день главная проблема это в том, чтобы создать какой-то единый стандарт работы с бойцами. Вся психологическая помощь бойцам пока точечная. К примеру, как в этом черкасском госпитале, где разработали свою систему. Помогают бойцам и волонтеры. Хотя оказывается, госпрограмма психологической реабилитации бойцов существует. Правда, больше на бумаге. Как это происходит? Людина возвращается к органу социального защиты по месту проживания, обирая себе с переликой закладов, что может надавать психологической реабилитации, заклады, какие ему до подобной. И на письме трехсторонние угоды, на протяжении 18 дней, могут быть надаваться такие послуги. На эту программу даже деньги выделили. 100 миллионов государственных гривен. И по информации министерства, реабилитацию уже прошли почти 7 тысяч бойцов. Но это крайне мало. Ведь по всей Украине в очереди на психологическую помощь десятки тысяч участников АТО. И пока они все помогают себе сами. Кто как может. Война для киборга Тополя закончилась, когда ушел из армии. А вот внутренняя война Александра Василенко завершилась только недавно. Сашу терзали угрызения за то, что он не смог вынести тело своего погибшего товарища из-под развалин аэропорта. На душе у офицера стало спокойно лишь после откровенного разговора с родными парнями. Доводится постоянно думать про то, что ты все правильно сделал и разбираться с теми эмоциями, которые тебе в середине. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Почему за четыре года войны государство так и не создало единую и полноценную систему психологической помощи военным? Обсудим с Виталием Дейнега, известным волонтером, который точно знает, что происходит с нашими солдатами и на фронте, и уже тогда, когда они возвращаются в мирную жизнь. Здравствуйте, Виталий. Спасибо, что пришли. Вот у вас есть ответ, почему государство до сих пор не создало вот такую вот единую систему профессиональной психологической помощи нашим бойцам? Конечно, потому что обычно, знаете, когда где-то вот, скажем, какое-то болото, непонятно, что происходит, это всегда кому-то выгодно. То есть на данный момент, если мы возьмем прошлый год, то система была следующей. Формально система психологической помощи, реабилитации, она была. Участник АТО, он раз в год мог прийти в СЭБЕС, получить два окошка, физиологическая и психологическая реабилитация. В обоих окошках ты фактически получал путевку в санаторий, за который государство платило 5000 гривен. Санаторий, если это психологическая реабилитация, он обязан был иметь в штате психолога. Психологи эти, это очень часто были просто выпускники свежих вузов, потому что они нужны, иначе этот санаторий не может податься на тендер и выиграть эту программу. Но, как правило, там работают люди без опыта. Ну, как правило, без опыта или не работают, или это только формальность и так далее. С этого года вроде бы должно все стать лучше. То есть ветеран, во-первых, это уже не 5, а 8 тысяч гривен. Во-вторых, ветеран должен получить возможность выбирать, где он хочет это пройти. Но поскольку нет единого стандарта, то есть государство не решило, что такое психологическая реабилитация, чего она состоит, как она должна проводиться, то мы сталкиваемся с другим риском. Ветеран может либо выбрать просто условно там, где он лучше отдохнет. Ну, отдохнет там просто, не знаю, там, например, вот у него есть выбор между психологическим кабинетом в Киеве и там под Киевом, например, санаторий с сауной, он, конечно, выберет сауну. Виталий, вы заговорили вот сами о мутной воде. Я правильно понимаю, что вы намекаете на то, что уже появились и здесь какие-то коррупционные схемы? Ну, вообще, по разным оценкам, коррупция вот в этих 5 тысячах гривен, которые ветеран получал через Себес, она присутствовала там в размере до 30%. Это такое, скажем, оценочное осуждение. Там многих людей, чьё мнение я уважаю. Это раз. Два, это то, что далеко не всегда ветеран, он реально проходил, да, вот эту вот помощь. И третий момент, это то, что в связи с тем, что сейчас вот деньги условно начнут ходить за ветераном, то есть если он решил проходить реабилитацию в этом месте, соответственно, это место получит эти деньги. Всё хорошо, кроме одного, в случае отсутствия стандарта, в отсутствии контроля, ветеран будет выбирать, опять же, то есть то, либо где он отдохнёт, либо условно назовём это конвертационным центром. То есть место, где он этот... То есть он где-то может получить деньги, но немного меньше, да? Да, но немного меньше. Хорошо, тогда вопрос логичный. Какая тогда роль волонтёров? Если государство не справляется, если уже гидрокоррупция и сюда пробралась, да, то, как всегда, у нас вся надежда на общество получается. Ну, смотрите, как это организовано в Штатах, например, в Соединённых Штатах. Вот как в Штатах вы хорошо вспомнили, у нас сюжет следующий будет, как в Штатах, нам поучиться у них нужно, я сразу скажу. Ну, если могу немного забежать вперёд, я не знаю, что будет в сюжете просто, но они как раз вот это используют. То есть ветеран у них может выбрать, в какой из негосударственных организаций он готов пройти эту реабилитацию, она является обязательной, он не может её избежать. Она является стандартизированной, соответственно, она не может предоставляться не по стандартам, иначе эта организация теряет тут же статус и не может оказывать больше такие услуги, получая финансирование из госбюджета. И это отлично работает, и думаю, нам только надо поучиться. Виталий, а вот если только очень коротко, да, просто цифры. В сюжете поднимался вопрос о том, что точного количества на сегодняшний день никто не знает. Я готовился к эфиру от 20, ну, чуть ли не до 100 тысяч людей, которым нужна реабилитация на сегодня. У вас цифры какие-то актуальные есть? Ну, это достаточно точные цифры. Смотрите, на самом деле ПТСР это такая, я бы сказал, кроме того, что медицинский термин, это ещё и неплохой маркетинговый ход. На самом деле, далеко не всем ветеранам нужна эта реабилитация. Проблема в том, что для того, нужна она ему или нет, должен определять психолог. Во-первых. Во-вторых, их не надо стигматизировать и превращать в людей, вот им нужна помощь. Это очень часто взрослые мужчины, которые нашли в себе силы, и как-то они гармонизировались с миром, в котором войны уже нет, и в котором очень много совершенно безразличных людей, что очень шокирует всегда людей, возвращающихся с войны. Но проблема в том, что, опять же, это должен принимать решение психолог, и должен быть стандарт, и тогда этого не будет. Ну, понятно, это понятно, потому что, в принципе, психологическая помощь, она у нас дело добровольное, но, согласитесь, иногда бывают моменты, когда нужно и перенудить. Из 350 тысяч, это должно, по разным оценкам, порядка 25-30%. Понятно. Виталий, каждый раз, когда вы появляетесь у нас в эфире, я считаю своим долгом сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете, за тот нелегкий труд. Низкий вам за это поклон. Спасибо вам. Виталий Денега, очень известный волонтер, основатель фонда «Вернись живым», был гостем подробностей недели. Спасибо. Но, как я уже проанонсировал, вот какой может быть полноценная система поддержки участников боевых действий, отлично видно, как говорил Виталий, по опыту американцев. Соединенные Штаты научились заботиться о своих солдатах не только на поле боя, но и в мирной жизни. Вот как это налажено у них, расскажет Дмитрий Анопченко. Что такое война, американцам рассказывать не надо. Афганская кампания длится уже 17 лет, в Ираке военные США 15 лет ветеранов. И не тех далеких, корейской или вьетнамской, а современных войн в Соединенных Штатах уже больше 20 миллионов. И по официальным данным, у каждого второго психологические проблемы. Бойцы не готовы к мирной жизни. Когда сейчас об американских принципах психологической помощи военным говорят, как о недостижимом стандарте, забывают, что до 2001 года целостной системы реабилитации в стране в принципе не существовало. Слишком давно была война во Вьетнаме. Да и ее последствия были совсем другими. Врачи признаются. Сперва, когда в 2000-х в госпитале пребывали первые раненые, кое-как справлялись. Но когда с войны начали возвращаться первые солдаты, забили тревогу. Америка тогда тратила огромные деньги. Порядка 60 миллиардов долларов в год на реабилитацию военных. Построили шесть сотен клиник, полторы сотни новых госпиталей. Но только медицинской помощи было мало. Эту страницу в фейсбуке «Обнаженный бой» создала жена офицера, который дважды прошел Ирак. Разделась, написав на теле «Ты ранен войной, но я всегда буду тебя любить». Для нее это был жест отчаяния. Муж страдал от послевоенного стресса. Жизнь стала невыносимой. И вдруг фотографии посыпались одна за другой. У многих были подобные истории. Армейские жены сумели обратить внимание страны на проблемы тех, кто не может найти себя в мирной жизни. Ответом стало создание организации психологической помощи, отделение которой есть сейчас по всей стране. От больших городов до маленьких. Только представьте, свыше 600 отделений по всей Америке. В них бывшим солдатам не дают сорваться. А еще в этих центрах собирают информацию, что вызывает агрессию у ветеранов. И эта статистика даже бывалых генералов поразила. Почти каждый второй, вернувшийся с войны, думал о самоубийстве. Каждый третий без причин хотел проявить насилие. А в целом почти 90% тех, кто прошел войну, страдали от посттравматического синдрома. Чтобы поменять чье-то поведение, избавив от последствий этого синдрома, иногда 3-4 года уходит. Политики везде одинаковы. Здесь, в Америке, они тоже зачастую кормят ветеранов обещаниями, лишь когда им нужно в Конгресс на новый срок переизбраться. Но есть и то, что очень четко положено по закону. Любой, кто пробыл в горячих точках хотя бы 3 месяца, может бесплатно получить новую профессию. Или грант на образование, когда государство и стипендию, и жилье оплатит. Все это дает чувство защищенности. Потому что большинство срывов как раз из-за неуверенности, что будет завтра. И есть еще одно ноу-хау, о котором мне рассказали в, пожалуй, лучшем военно-медицинском центре Америки. Уолтер Рид под Вашингтоном. Психологи называют его путешествие мечты. Когда солдат после полного курса реабилитации получает исполнение мечты. Поездку в горы или отдых на пляже. Путешествие на Аляску, полет на дельтаплане. Или уикенд в Гранд-каньоне. Возможно, просто, вот как эти бывшие военные, неделю отдыха на реке. Финансирует все благотворительный фонд при больнице. Психологи уверены, это финальная точка счастья. Работает как якорь, закрепляя результаты. Сами офицеры тоже об этом говорят. Меня друг буквально притащил к реке, вставил удочку в руку. Я неожиданно для самого себя настолько увлекся рыбалкой. Когда подсекал свою первую рыбу, смеялся как ребенок. И чувствовал, что все медикаменты, которыми я напичкан, с каждым вздохом уходят из тела. И эта история наверняка и для Украины может стать примером. Примером того, что важны и нужны не только деньги. И что медлить нельзя. Америка справилась только потому, что очень четкая государственная программа. Появилась сразу же, как только с войны вернулись первые солдаты. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Мюнхенской конференции и дискуссии о миротворцах для Донбасса. Которая именно сейчас может привести к каким-то конкретным результатам. Напомню, речь идет о так называемом плане Расмусона, бывшего генсека НАТО, который в своем докладе впервые четко описал детали возможной отправки миротворческой миссии на Донбасс. Всего 24 тысячи человек, 20 тысяч военных, еще 4 тысячи полицейских. Страны-участницы не Украина, не Россия и не члены НАТО. По мнению Расмусона, в случае успешного развертывания миротворцев на Донбассе, можно будет окончить войну за весьма короткое время. Уже в Мюнхене и Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, который на практике, то есть в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым, пытается сблизить позиции России и мирового сообщества по вопросу о миротворцах для Донбасса. О встрече с Волкером рассказал Мустафан Аем, народный депутат от блока Петра Порошенко. Волкер подтвердил основные пункты плана Расмусона, мол, его предложения совпадают с тем, что обсуждается на реальных переговорах. Важный момент. Это этапы размещения миротворцев. Дело в том, что ввести их в зону войны реально не сразу на всю территорию, а только поэтапно. Но вот принимать решение об этом нужно сразу одной резолюции Совбеза ООН, чтобы не удалось сорвать весь процесс на одном из этапов. О важности именно такого поэтапного подхода к размещению миротворцев говорят и в украинской оппозиции. Там настаивают, что невнимание к одной этой детали может сорвать выполнение всего плана Расмусона. Важно то, что в этом плане уже существует, там прописан как количественный состав, 20 тысяч миротворцев, так и состав национальный. Там, возможно, будут участвовать те страны, которые не являются членами НАТО. Это такие страны, как Беларусь, Швеция, там даже называлось Бразилия. И очень важно, что в этом плане есть поэтапность введения миротворцев. То, о чем мы всегда говорим. Важно остановить горячую фазу конфликта. Не требовать сразу, чтобы миротворцы вошли на всю территорию неподконтрольную вплоть до госграниц. Важно, чтобы они встали на линии разграничения, чтобы прекратилась лица кровь украинская. А после этого, по мере выполнения политической части Минских соглашений, чтобы миротворцы продвигались на всю территорию неподконтрольную вплоть до госграниц. И таким образом будет выполнена полностью вся политическая часть Минских соглашений. И мы вернем суверенитет и территорийную целостность в нашей стране. Почему мы так много внимания уделяем сегодня этой теме и вообще Мюнхенской конференции? Потому что ощущение такое, что вот именно сейчас идея размещения миротворцев на Донбассе, которую обсуждают уже несколько лет, приобретает реальные очертания. Действительно, сторонам, которые участвуют в переговорах, осталось всего лишь проявить добрую волю, чтобы процесс стартовал. Детали, то есть количество, статус, полномочия миротворцев, согласовать все-таки не так уж и сложно. И это прекрасно видно по всем дискуссиям вокруг этой темы. Было видно и по выступлению в Мюнхене президента Украины Петра Порошенко. У Москвы есть шанс пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролированный участок украинско-российской государственной границы. Миротворцы ООН на Донбассе должны иметь понятный функциональный мандат, который базируется на многолетних принципах ООН, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение оккупированной территории под украинский суверенитет во исполнение Минска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вообще, может ли из этого что-то получиться, выясняла Анна Ильиных. Эти кадры 23-х Олимпийских зимних игр, возможно, войдут в историю двух Корей, как уникальная хроника. Ведь впервые за десятилетия вражды северян с улыбкой встречают южане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две страны, один народ. Они балансируют на грани войны более 60 лет. Но, видимо, Олимпийский огонь в Хюмчхане немного согрел их давно холодные отношения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представители Северной и Южной Кореи вышли в одной команде. Хотя и не за единую страну, но за единую победу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но при этом в победу каждая из стран корейского полуострова вкладывает собственный смысл. Пока южане с пафосом встречают гостей со всего мира, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ким Чен Ын накануне Олимпийских игр проводит военный парад в Пхеньяне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То ли очередная пропаганда, то ли своеобразный первый шаг в сторону Сеула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ким Чен Ын даже родную сестру отправил в Пхенчхан. А ведь до Олимпиады мало кто в мире знал, что у лидера КНДР есть сестра. А тут Ким Ё-Джун появилась перед широкой публикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черное пальто, скромная прическа и подчеркнуто серьезное лицо. Ее появление было неожиданным не то, что для простых южнокорейцев, но даже для представителей власти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По поводу этого визита господи Ким Ё-Джун, я не знаю об этом заранее. Но все-таки ее визит влияет на приятную атмосферу для диалога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посол Республики Кореи в Украине такой акт родственного сближения комментирует очень дипломатично и осторожно, но с нотками надежды. Мы должны использовать нынешние приятные возможности для диалога. Опять, я думаю, что Южная Корея одна не сможет реализировать дальнейший диалог. Нам не обязательно обеспечить поддержку со стороны международного сообщества. А другие страны это, в первую очередь, Америка, которая десятки лет поддерживала Сеул. И в последнее время вела довольно жесткую открытую риторику с Пхеньяном относительно ядерного оружия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому логично, что американский вице-президент Майк Пенс оптимизм южнокорейцев не разделяет. Мол, это олимпийское потепление, не более чем пропаганда КНДР. Я не думаю, что Соединенным Штатам следует уделять особое внимание визиту некой персоны, которая прибыла не столько как сестра диктатора, сколько как рычаг пропаганды. Южная Корея начала эти внутренние корейские переговоры на арене Олимпиады. И есть, конечно, некоторые предположения, что они могут продолжаться. Нынешнее потепление играет роль, как создать приятную атмосферу, чтобы продолжать диалог. Но на будущее нам еще рано, как предсказать. А пока высокие политики с осторожностью разыгрывают дипломатические партии, простые корейцы снова знакомятся друг с другом. Северокорейцы производят впечатление несвободных людей даже в свое свободное время. Они боятся даже заговорить с кем-то здесь. Для нас в Южной Корее это очень странно. Я рад видеть единую команду под одним флагом корейского полуострова. Хотелось бы, чтобы однажды это было не только на Олимпиаде, но и в реальной жизни. Две Кореи, наконец, объединились. Сейчас они на стадионе в Пхюнчхане, рука об руку, но после игр стадион разберут. На этом месте снова будет пустырь, который из поля спортивных состязаний в любой момент может превратиться в поле боя. Анна Ильиных, Владимир Дедов, подробности недели, телеканал Интер. Первое олимпийское золото на играх в Южной Корее завоевала украинка. Вот только не для Украины, а для Германии. Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо установили мировой рекорд в произвольной программе. Савченко уехала из нашей страны еще 15 лет назад, причем на фоне коррупционного скандала. Ну а если говорить конкретно об украинской сборной на Олимпиаде, то похвастаться, к сожалению, нечем. Наша команда в медальном зачете пока не представлена. Лучшим результатом на данный момент стало 12 место скелетониста Владислава Гироскевича. Ну а героем новостей стал другой украинец, саночник Андрей Мандзий. Во время одного из заездов он выпал из сани, но все равно завершил гонку. Потом ему удалось улучшить свои результаты, но вот из-за этого случая Мандзий уже не мог претендовать на финал и награды. Причем на примере одного этого спортсмена отлично видно, в каком состоянии находится украинский спорт. Только вообразите себе, даже олимпийские сани украинец собирал у себя в гараже, оставшись без поддержки государства. Ну а лидируют в общем олимпийском зачете пока норвежцы. На втором месте немецкая сборная. Украину на этой неделе потрясла новость, как из прошлого, если даже не из позапрошлого века. На стройке погиб рабочий подросток. Полиция уже отчиталась, задержали двоих виновников трагедии. Взрослых, которые отвечали за охрану труда на этом конкретном объекте. Но сколько еще по всей стране вот таких же строек, на которых дети выполняют самую черную работу, как в старые времена. А биржа детского труда. Любовь кукла. На него упала огромнейшая плита. А его несколько часов доставали. Трагедия случилась накануне. Здесь, на стройплощадке в Киеве, погиб 17-летний Дима Шупик. Парень устроился сюда разнорабочим. Детей спустили в котлован, где были плиты. Они были не защищены железом. Собственно, и произошел обвал. Он погиб на месте. Из-под завалов парня доставали несколько часов. Но смертей могло быть больше. Работать на эту стройку устроились почти все мальчики из класса Димы. Ребята хотели заработать денег на поездку во Львов. Работали, пока в школе был карантин. Да, я работал в воскресенье за день до случившегося. Вместе с ним и с остальными ребятами. Просто мы хотели вырасти. Хотели располагать какими-то своими деньгами. Платили мальчишкам по-детски. 300 гривен в день. А вот работать приходилось по-взрослому. Мы делали пару работ, которыми должны заниматься мастера. Мы работали с достаточно тяжелыми для освоения инструментами. То есть мы не просто работали по формуле «падай принеси». Мы работали с отбойными молотками, с болгарками, с чем угодно. Проще говоря, ребят просто использовали как дешевую рабочую силу. И использовали незаконно. Не имели права этого парня допускать до этой работы. Не имели, потому что на таких потенциально опасных объектах несовершеннолетним не место. Но кто спрашивать будет? Ведь такие стройки никто не контролирует. В стране моратории на проверки. А значит, эпидемия безответственности. Кто ответит за смерть Димы, решит следствие. После гибели сразу задержали нескольких человек. Бригадира и прораба. Застройщик связался с родителями погибшего парня. Обещал дать денег. Оценил жизнь в 30 тысяч гривен. Сейчас на связь не выходит. Это та самая стройка, где случилась трагедия. Таких по Украине сотни. И сколько подростков работают на подобных объектах, неизвестно. Ведь нанимают их без каких-либо документов. Как легко устроиться на опасный объект подростку, мы решили проверить лично. Проведем эксперимент. Это Артем Степура. Наш герой еще школьник. Попытаемся устроить его на работу. Звоним по объявлению, где требуются разнорабочие и строители. Алло. Алло, здравствуйте. А я вам звоню по объявлению. Да, слушаю. У вас есть вакансии на разнорабочие? Да, есть. Дело в том, что у меня нет 18. Это ничего, ради бога. Ухо 15. Лишь бы работал. Все, как мы и предполагали. Но если со стройкой все было предсказуемо, куда серьезнее, к нам отнеслись на заводе. Устраиваться туда мы пришли лично. Диалог снимаем на мобильный. Да, собеседник. Здесь все официально. Ждем, пока выпишут пропуск. И вперед попытать удачи. Сидишь? 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 Сидите прямо и там на левых девочках. Сидите. Но на заводе едва узнали, что Артему нет 18. Сразу отказали. Ну, я сейчас иду к своему руководству, объясняю, потому что реально, ну, то есть, ну, неправильно. Иначе пришлось бы отвечать материальным. Штраф в размере на сегодняшний день это больше 100 тысяч гривен. Но такие штрафы мало кого пугают. Детская биржа труда в Украине работает очень эффективно. Это Маша Кагал. Она пошла на работу, когда ей было 16. Во время летних каникул устроилась в кафе. Бористой. Условия были совсем не детскими. Я должна была работать с 7 утра до 11 вечера. И это был просто кошмар. И так почти все лето. Зарплата 200 гривен в день. Да и чтобы получить расчет, девочке пришлось вызывать подмогу. Я хотела уволиться. Мне сказали, что должна отработать 2 недели у нас. Ну, то есть, я не по контракту работала, не по трудовой книжке. Мне надо их отрабатывать на каких-то условиях. Я не знаю. Иначе бы мне не выдали просто зарплату. Такие случаи сплошь и рядом. Ведь детям и платить можно меньше, и обмануть легче. У нас труд начинается детский вообще с 18 лет. В отдельных случаях с 16 лет разрешено заключать контракт. В остальных случаях, это у нас уже говорит часть 1 ст. 188, о том, что в остальных вариантах, если вы хотите взять на работу ребенка, то это только с согласия родителей. Шоу-бизнес, театр, кино. Очень часто подобные контракты с родителями заключаются именно в этих сферах. Дети могут сниматься в фильмах в любом возрасте, если мама и папа не против. Сами же устраиваться на подработку могут с 14 с разрешения родителей. Но опять-таки, у нас это никак не контролируется. Мы решили устроить на несложную работу ребенка, которому еще не исполнилось 14. Предположим, раздавать листовки. В интернете огромный выбор. Попробуем позвонить по одному из объявлений. С первыми двумя не получилось. Брать младше 16 лет отказываются. Но на третий раз бинго. Нас берут на работу в 13 лет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а к вам можно устроить на работу ребенка промоутером раздавать листовки? Можно. А не страшно, что ребенку только 13 лет, а не 14? Нет, ничего страшного. Но если вы не имеете еще платить, то, конечно, ничего страшного. На самом же деле, страшного много. Сейчас у нас в стране существует целый рынок детского труда. За пределами закона. По правилам эксплуататоров. Любовь кукла Сергей Килимник, Ирина Дьяченко, Богдан Вербицкий, Инна Томина, Максим Штан и Степан Маслов. Подробности недели. Телеканал Интер. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил на этой неделе отчет о работе правительства в 2017 году. Презентация состоялась в рамках заседания Кабмина. Документ очень объемный. 192 страницы с детальной информацией о 2017 и о планах уже на нынешний год. Особое внимание премьер уделил теме повышения социальных выплат и экономического роста. Я бы хотел подякувать украинскому парламенту, коллегам-министрам, за нелегкий 2017 рік, но рік, в яком и были позитивные моменты. Я бы хотел обратить вашу увагу, что так как мы и планировали, нам удалось сделать увеличение экономического роста. Мы имеем только по 3 кварталам 2,3% ВВП. Сейчас ожидаем, что больше 2% за результатами года мы будем иметь увеличение. Это означает, что мы увеличиваем производство украинского продукта. Люди больше получают возможность работы власти, но и этого необходимо. И этого недостаточно. Если мы хотим нас догнать наших партнеров, которые стримко, десятиридцами, имеют серьезную, сильную экономику и экономический рост, этого возрастания недостаточно. Поэтому наши приоритеты – создать условия, чтобы экономический рост был большим. Обсуждал Владимир Гройсман на этой неделе и главного больного правительства – Министерство здравоохранения. На совещании по вопросам закупки лекарств и обеспечения вакцинами премьер настаивал на большей ответственности Министерства и местных властей за исполнение медпрограмм. Если государство тратит 6 миллиардов гривен ежегодно только на закупку лекарств, а люди в итоге просто не получают препараты, то с этим уж точно нужно что-то делать. И делать как можно быстрее. Но работать быстрее – это точно не в правилах нашего Минздрава. Даже если на кону человеческие жизни. Сейчас в Украине почти две сотни человек стоят в так называемой очереди ожидания. Это пациенты, которым не могут помочь в Украине, но государство оплачивает их лечение за границей. Часто денег на всех не хватает. Больным приходится отстаивать своего права на спасение на митингах. Но сейчас ситуация вообще из ряда вон. Только представьте себе, деньги на лечение тяжелобольных есть. Почти 400 миллионов гривен. Но чиновники в Минздраве за полтора месяца не удосужились собрать комиссию и распределить эти средства. За это время один человек из этой очереди уже умер. Павлина Василенко об убийственной халатности. Уже почти два года будет. Как не хожу в школу. В школу два года назад Маша пошла абсолютно здоровым ребенком. Но чтобы закончить свой первый учебный год, не хватило нескольких дней. Девочке поставили диагноз – острый лейкоз. Организм не вырабатывал тромбоциты. За два года Маша прошла четыре курса химии и лучевую терапию. Но... У нас другой появился, новый диагноз. Тот лейкоз мы излечили, но появился у нас вторичный мелодиспластический синдром. Это означает, это как бы ухудшение. По второму уже диагнозу у нас не вырабатывают стволовые клетки спиной мозга. Продолжать химию Маше больше нельзя. Единственное спасение – срочная пересадка костного мозга. Родители девочки как доноры не подходят. А значит, спасти ребенка в Украине не могут. Турецкая клиника готова помочь за 110 тысяч долларов. Семья подала документы в Минздрав на программу по лечению за границей. Но в министерстве отвечают – ждите. Я подожду, жена подождет. Ребенок не подождет с таким диагнозом, понимаете. Не хочется говорить, но люди не дожидаются. Девочка на поддерживающей терапии. На улицу почти не выходит. С детьми не играет. Маша это все переносит с терпением и надеждой. А что ты мечтаешь? В дельфинах. Чтобы поехать и стать здоровой. Пересадки костного мозга за границей Ирина ждет еще с октября. В прошлом году на нее денег у Минздрава не хватило. Что будет в этом, девушка не знает. Чтобы продержаться, каждую неделю ходят в больницу на переливание крови. Это дает мне возможность хоть немного поддерживать и поддерживать лечение за кордоном. Чтобы дожить до этого лечение. Мне дают только час. Я куплю час. А еще Ира собирает деньги через соцсети. Ведь на государство надежды почти нет. Морально и материально мы вынуждены. Моя семья вся вынуждена. На наши звонки, когда будет комиссия, хотя деньги говорят, что уже перерахованы, нам ничего не отвечают. Сказали, ждите звонка. А все дело именно в ней, в комиссии. И это при том, что деньги на лечение украинцев за границей есть. Из бюджета выделили почти 400 миллионов гривен. Но чиновники в Министерстве здравоохранения полтора месяца не могут собраться, чтобы расписать документы. И в это время в очереди за спасением люди умирают. Мы уже имеем молодого хлопца, который 8 лютого помер. Он был в ожидании этого заседания комиссии. Ему нужна была трансплантация сердца. Можливо, они так экономят государственные деньги. Ну, сейчас же модно говорить про экономию государственных денег. Ну, там, чем меньше людей в черзе, тем больше экономия выходит. Виктор снова оказался на больничной койке несколько дней назад. У него была ремиссия, но болезнь вернулась опять. Ситуация типичная для сотни украинцев из очереди ожидания помощи Минздрава. Они борются за каждый день в своей жизни. Но Ульяна Супрун не говорит о тяжелобольных украинцах. Перед заседанием Кабинета Министров она в хорошем настроении разговаривает с коллегами. Увидев нашу камеру, пытается скрыться. Не удается добиться ответа и со второй попытки. В прошлом году за границей пролечилось 208 украинцев. При этом 20 человек не дождались своей очереди. Из госбюджета потратили свыше 600 миллионов гривен. Но выбивать эти деньги приходилось на митингах. На этот год в бюджет снова заложили меньше, чем нужно. В среднем на человека 3-3,5-4 миллиона идут на лечение, смотря на диагноз. 389 миллионов их до конца года не хватит. Но их хватит сейчас на тех людей, которые сейчас есть в черзе, которые сейчас ждут. И только вчера вечером, после резонанса, стало известно, что комиссия Минздрава наконец собралась. Почему нужно было ждать полтора месяца, если деньги на лечение тяжелобольных людей были с начала года? В министерстве решили не объяснять. Но людям из очереди жизни эти объяснения и не нужны. Главное, чтобы чиновники дали им обещанный шанс на спасение. Павлина Василенко, Ольга Теребинская, Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим эту ситуацию с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня гость нашей программы. За это вам огромное спасибо, Ирина. Спасибо, что нашли время. Добрый вечер. Здравствуйте. Ирина, что происходит с Минздравом? Почему там не способны даже элементарно распределить деньги, которые уже им выделили? За эти деньги не надо даже уже бороться. Так, на жаль, так стало, значит, державе еще величезная кількість людей зараз потребует самоликования за кордоном. За этот год никак не может держава побудовать, наконец, умов в средине Украины, особенности трансплантации. Тому, как раз, черга, основная кількість людей, это 90%, это на трансплантацию за межами Украины. Те, что происходит сейчас. В конце грудня 2017 года была подтвержена новая постановка Кабинета Министры про обеспечения организации направления граждан Украины для ликования за кордоном. То есть, по сути, это новый процессуальный документ, который должен поменять работу всей этой комиссии и сделать этот механизм намного эффективнее и быстрее. Сейчас, на данный момент, мы, как народные депутаты, полностью отсторонены вообще от любой информации и до того, как происходит работа комиссии. То есть, мало того, что они ни черта не делают, чтобы спасать наших граждан. Они еще от вас отгородились. Мы не можем принимать участие в заседании. Раньше я особо скажу, что несколько раз я принимала участие в комиссии в 2017 году, в 2017 году. Но, на жаль, сейчас никакой информации нам не понадобится. И мы так же много информации удерживаем исключительно на письмовые наши свернения. Но хоть что-то, хоть что-то можно сделать, чтобы мы сразу шевелимся? Ну, готовясь сегодня к эфиру, я узналась про то, что 14 лютого, ось это два дня тому, было заседание, наконец, этой комиссии, и было пока еще поставлено на чергу лишь 10 людей. За той информацией, которую я владею, я не могу держать ее в межах и в способе, которые у меня есть повновения как народного депутата, но количество людей надзвичайно больших. Их до 100 человек. И, соответственно, это потребует негайных действий, постановки на чергу. И, соответственно, уже за этим новым порядком протягом 10 дней, после того, как министр затвердить наказ про то, если, правда, кто-то или другая человек должен ехать на ликование за кордоном, эти деньги должны быть оплачены. То есть, как раз берегить жизнь этим людям нужно именно с скоростью. То есть, цена жизни один документ от министра, правильно? В стране деньги есть, это самое главное. Поэтому я считаю, что допускать вот такую количество смертей из-за того, что деньги есть, но просто физически их не могут распределить, собирать, я считаю, что нужно работать и в день, и в ночи. Если нужно, нужно собирать эти комиссии и отправлять людей на ликование. Потому что каждое жизнь – это бесконечно. Хорошо. Ирина, еще одна очень важная и болезненная тема для украинского здравоохранения – вакцины. Вот чуть ли не каждую новость, сообщения из разных регионов. Не хватает от одного заболевания, не хватает на следующей неделе от другого. Длится это уже даже не год больше. С этим что делать на сегодняшний день? Так, вы знаете, это та проблема, яка, скажу отверто, что это на ситуации, которая стала сам в этом году. Протягом 10 лет, постоянно каждый год, уменьшилась к количеству вакцинованных детей в нашей стране. Как результат, в 2016 году было от коры, значит, щеплено лишь 43% от потребности. С чем это связано? Первое. Это связано с тем, что не своёчасно и не в полной мере забезпечивается на явность необходимой количество вакцин. Это первое. Другое. Постойно формуется информационное поле с приводу недовери до вакцинации. И это безусловно впливает на решения батьков, которые, за действующим законодательством Украины, мают право отмолиться от вакцинации для своей дитины. Третье. Самое главное. Не мать доверия до качества вакцин, которые завозятся даже за те суммы, которые поступают из государственного бюджета. И если довозят те закупки и вакцины, то, соответственно, не мать доверия до качества. До термину зберегания этих вакцин. То есть все, что сегодня, на жаль, делает государство, в особе уряда, в особе Министерства охраны здоровья, оно вызывает недоверие. А вопрос о вакцинации, это, в первую очередь, здоровье самого ценного, здоровье детей. То есть, соответственно, как результат, безусловно то, что сегодня завозятся по всей Украине закупки и вакцины только за 2016 год. Закупка и поставка вакцины за 2017 год еще даже не началась. Ирина, ситуация понятна. Вот вы сами заговорили о недоверии к Министерству здравоохранения. Недоверие растет. На фоне этого недоверия можно надеяться, что госпожа Супрун наконец-то появится в Верховной Раде с отчетом? Хоть туда, ну вот хоть депутаты смогут от нее добиться, чтобы она читала со своей работой журналистов, это получается, крайне редко она избегает общения с нами. Ну, по-перше, я вважаю, что будь-який менеджер, а министры, по сути, є менеджерами, яких наймае держава на выполнение своих обовязков. Вони обязаны звитовать, это первое. Про это уже было значено премьер-министром нашей Украины, то же он самым мает обязаны очельникам МОЗ прийти и прозвитовать, особенно, когда сейчас такое происходит с приводу заболеваний, коры, дифтерии и всего прочего, что происходит в охране здоровья. Другое, вопрос, которое касается изменения и улучшения системы охраны здоровья, я особо, меня заинтересует то, что парламент в прошлом году принял два важные законы. Самое главное вопрос, кто будет их выполнять и когда они будут выполнены. Я езжу постоянно по всей территории Украины. Я вижу, какую недоверу сегодня имеют те, которые должны работать уже в новых условиях и в новых законодательских изменениях теми законами, которые принял парламент. И уже, как бы, это понимает суть законов и доверяют законам. Но теперь вопрос, кто, как ученик МОЗу, будет это выполнять и проводить? Это самое главное вопрос. То есть, сегодня, по сути, мы должны понять, что строить медицину, имеет та человек, которая имеет доверие, которая безусловно может строить. И то, что я считаю, что сегодня именно Министр охраны здоровья не сделал того, что не состоял интересам медиков по всей Украине. И именно они сегодня имеют нижнюю заработную плату среди всех бюджетников. То, что Министр охраны здоровья, по сути, сейчас руйнует полностью службу экстренной медической допомоги. Я считаю, что нет представлений для того, чтобы эта доверия была до тех учеников мостов, которые я сейчас. Ну, поправку. Не министр. ИО, министр охраны здоровья. И мне кажется, что вот эту приставку ИО, при всей той ситуации, которую мы только что обсудили, которую видят и украинцы, и видят в парламенте, что утверждение в должности, по-моему, ждать госпожи Супрун не стоит. Но это мое личное мнение. Спасибо вам за этот диалог. Спасибо вам. Ирина Сысоенко, замглавы парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Была гостей подробности недели. Ну, а мы продолжаем. 11 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Сегодня вечером в Киеве произошла масштабная авария двух маршруток. На оперативном видео видно, в каком состоянии машины. Просто чудом никто не погиб. Все случилось, когда водитель одной маршрутки на большой скорости решил перестроиться в крайний правый ряд. В результате столкнулся с другой маршруткой. Обе они вылетели на тротуар и врезались в столб и дерево. К большому сожалению, подобные аварии стали массовым явлением. Ведь сейчас в Украине на рынке общественного транспорта, ну, просто полный беспредел. Половина маршруток нелегальны. Работают без лицензий. Сами бусы в ужасном техническом состоянии. А состояние водителей вообще не проверяет никто. В Минтрансе обещают все реформировать. И даже говорят об исчезновении маршрута как явление в скором будущем. Ну, а пока наша Евгения Коваленко в Киеве, а Елена Абрамович в Брюсселе отправились в транспортный рейд. Что из этого получилось, смотрите далее. Обычное утро обычного украинца в городе. Вначале легкое закаливание на остановке, потом сеанс массажа в маршрутке. В Киеве в час пик попасть в маршрутку – целое испытание. Люди, спешащие утром на работу, обычно заталкивают друг друга внутрь. Залезть тяжело, но я попробую. Пассажиры передают деньги, водитель активно рулит и раздает сдачу. В салоне так тесно, что можно и не держаться за поручни. Но и это не предел. Сегодня так много людей, как обычно. Еще удалось сесть, да? Это большая удача для вас, да, по утру? Обычно, ладно, но нет. Пока я утрамбовываюсь в киевскую маршрутку, моя коллега Елена Абрамович тоже пытается добраться на работу, только в Брюсселе. В 8.30 утра центральный вокзал, но штурмовать общественный транспорт в Брюсселе не приходится. Много маршрутов, большие автобусы и места хватает для всех. И никаких передайте за проезд. Почти у всех именные проездные. Их прикладывают к сканерам. Можно купить и билеты в автоматах. У водителя они тоже продаются, но на остановке дешевле. Например, у меня билет в аэропорт стоит 6 евро, а в автомате 4,50. Но в отличие от комфортных европейских автобусов, украинские транспортные реалии – это прогнивший кузов, побитый бампер и дырявые двери. Для нашего пассажира комфорт не главное. Доехал уже хорошо. В интернете полно видео, когда у маршруток на ходу отваливаются колеса. Скорее всего, за маршруткой не так ухаживают, как надо. Мы попросили автоэксперта оценить состояние нескольких маршруток. На остановке и коммунальный транспорт, и частники. Дверь находится в прогнившем состоянии. Тут даже уже начали гнить прокладки. Такая дверь может в любой момент поломаться, открыться, распахнуться. Люди даже погибали из-за того, что выпадали, ударялись головой о бордюры. Были случаи, когда людям просто разрывало ноги, руки. А если к такому прогнившему техническому состоянию прибавить несоблюдение правил, то получается очень опасный дорожный коктейль. Результат – постоянные аварии. В Украине только с начала года произошло 90 ДТП с общественным транспортом. Около 100 человек получили травмы, а 9 погибли. Хотя состояние водителя и маршрутки должны проверять в автопарках перед каждым рейсом. Но не на камеру водители говорят, никакого контроля нет. Как и ответственности перевозчика. На ремонт денег дают мало, на зарплаты водителям тоже. К примеру, Вячеслав зарабатывает около 7 тысяч в месяц. Это уже сложная работа. Это водитель, по-прежнему, с утра, и это постоянно за рулем. По 14 часов в дороге. А это брюссельский коллега Вячеслава Жером. График работы у него гибкий, но четкий. От 7 до 8 часов в сутки. Например, сегодня у меня смена 7 часов 25 минут. Предусмотрено где-то полчаса на случай пробок. Жером за рулем автобуса уже 10 лет. Улыбаться и хорошо выглядеть – это тоже часть его обязанностей. Ни о каких спортивных штанах не может быть и речи. Обязательно носим форму. Но это в статуте нашей компании. Рубашка, брюки, есть свитера и галстуки. Но это уже по желанию. Деньги на форму дает компания. Вся одежда с логотипом фирмы. Перед рейсами у бельгийских водителей нет метасмотра. Но техосмотр обязательный. Перед выходом на маршрут водители 10 минут проверяют исправность электроники. Технические проверки происходят на базе депо очень часто. А более серьезная проверка каждого автобуса производится после определенного пробега. В Украине контролировать маршрутки должна Госслужба по безопасности транспорта. Там признают более 80% бусов в стране в ужасном состоянии. Однако их служба бессильна. Из-за моратория она не может полноценно проверить и наказать привозчика. Когда ты выйдешь на плановую проверку, лицензийную проверку, ты сможешь увидеть весь технологический процесс, где эти транспортные средства сохраняются, или проходят они медикам-механикам. При нарушениях привозчика должны были бы лишать лицензии. Но сейчас максимальное наказание – штраф в 1700 гривен. А для тех, кто возит людей вообще без лицензии – до 34 тысяч. И это не останавливает никого. Только в Киеве 40% маршруток вообще нелегальны. Мы приехали на проверку маршруток с инспекторами Госслужбы по безопасности на транспорте. Такие рейды они устраивают каждую неделю. Ловят нелегалов. Документы, да, полис, протокол, все в наявности, все доброе. Не имеет, соответственно, маршрутов, скамер маршрутов и росла дорога. Также у водителя не оказалось путевого листа. В нем указывают состояние маршрутки и водителя. А у этого водителя есть разрешение, но на другой маршрут. Есть информация, что ваш маршрут закрыт. Ваше перенесло курс. А вы продолжите обслуговывать маршрут. За это перевозчику придется заплатить штраф. В Кропивницком полиция проверяет не только документы, но и состояние маршрутки. У этих водителей все работает исправно. Но за два месяца в городе выявили почти полторы сотни поломанных маршруток. Несправности гальмивной системы, рулевого керувания, несправности светловых приладов, также несправности шин и колес. Еще один постоянный атрибут украинских маршруток – грязь в салоне. Грязные сиденья, поручни липнут, держаться нельзя. В отличие от Украины, весь общественный транспорт в Европе исключительно коммунальный. Такого беспредела с нелегальными перевозчиками там и близко нет. В Брюсселе автобусы обслуживают более 400 миллионов пассажиров в год. И при этом они всегда выглядят как новые. Деньги на это выделяют из городской казны. Их не только на ремонт хватает, но и на новые технологии. Власти Брюсселя ожидают от нас полного перехода на электроавтобусы до 2030 года. После этого будет запрещено использовать дизельные автобусы. Мы делаем это постепенно, пока переходим на гибриды. Но Украине до этого еще очень далеко. У нас планируют перейти хотя бы на обычные автобусы. И, наконец, убрать с дорог разваленные маршрутки. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Елена Абрамович, Елена Брынза, Владимир Дедов, Сергей Медведь, Иван Ермаков, Богдан Савруцкий и Владимир Кувакин. Подробности недели телеканал Интер. На этом все. Это были подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин